Грядут кардинальные изменения в медицине. Законы, необходимые для ее реформирования, парламент принял. Главное, что нужно знать, бесплатная медицина не исчезнет. Конституцию депутаты чтят. Но и заплатить за некоторые услуги придется. Итак, что же теперь изменится? Уже в ближайшее время, начиная с начала следующего года, вы выбираете больницу, где хотите наблюдаться, и семейного врача-терапевта, вне зависимости от места вашего жительства. С врачом вы заключаете договор в письменном и электронном виде. И от того, сколько у доктора пациентов, столько государства на эту больницу и перечислит денег. То есть, как раньше, пустые койки никто оплачивать уже не будет. И зарплату у врача поднимется. Кроме первичной, бесплатными остаются экстренная, неотложная, палеотивная помощь, реабилитация, медпомощь детям до 16 лет, а также услуги, которые связаны с беременностью и родами. Ну и анализы также будут бесплатными. Однако до 20% услуг больницы будут оплачиваемыми, что не попадет в гособеспечение, ежегодно будет определяться к админам и парламентам. Наши завдания – сделать медицину так, чтобы она была качественной по отношению к украинским гражданам. Мы могли ничего не сделать и терпеть вот это зубожение, которое есть в украинских лекарнях. А сегодня вашей ответственностью, нашими спорными усилиями, мы начинаем важную работу, изменение системы медицины в интересах украинских граждан и в интересах украинских лекарей. Продолжение следует...